Короче, так, мы знаем, как врет пропаганда российская, а вот, как врет пропаганда советская. Смотрите. 1961 год. 12 апреля космический корабль «Восток-1», пиратируемый Юрием Алексеевичем Гагариным, впервые в мире совершил полет вокруг земного шара и благополучно вернулся на Землю. Что не так? Ну? Ну, конечно, вы знаете, да, что Юрий Гагарин ничего не пилотировал. Он просто там сидел, да? Так как врачи, психиатры тогдашние, они сказали, что вот он, типа, да, мозг человека, ещё неизвестно, как это реагирует на невесомость. И, соответственно, закрыли, то есть, элементы управления в корабле, да, а они были выключены, да, полностью. Вот. Такая вот мистификация, да, такая, то есть, да. На ключ, у него был ключ на шее, на цепочке. На цепочке, то ли, на верёвочке, не знаю. Но у него ключ был с собой, да. И он, если будет, типа, в разуме, он сможет их открыть, да, и управлять в случае нештатной ситуации. Но нештатной ситуации не произошло, и ракета «Восток-1» долетела сама, да, и всё. До самого окончания, только его нашли, да, там. Не помню, где он приземлился, где-то в степях Казахстана, да. Вроде как, уже, я уже не помню детали, да, давно читал. Но смысл-то в том, что он ничего не управлял, просто там сидел, да. Вот и всё. И это уже был такой эксперимент самый, то есть, что с человеком будет, да. Вот, в космосе, да, таком, да, то есть. Вот в этом-то и был эксперимент. Не знаю, не важно, кого посадили туда, хоть Гошу Армянина, да, посадили бы туда. Он бы точно так же пролетел, стал бы героем, наверное, да. Вот так. Ещё есть видеозаписи этого-то, там, то есть, полёта, да. Он сказал, поехали, замахнул рукой, да. Видеозаписи этого всего есть. Вы представляете, ракета взлетает, а там камера, да, работает. Как раньше были камеры Аврора, я видел сам камеру Аврора. Там мотор 9 вольт, да, и он крутит плёнку. 8-16-миллиметровый мотор, то есть, такой, да, дохлый, да. Вы представляете, что при взлёте ракеты было бы. Плёнка бы порвалась бы нафиг просто, да. Так что это всё, вот это всё, и со звуком это пересняли потом, да. Возможно, с другими, кстати, актёрами, я не знаю. Вот такая вот. Это как американцы там на Луне, да. Но американцы, может, и были на Луне, но как они тут залетели, вопрос. Но вот это точно снято на масс-фильме, да, вот это вот, как Гагарин, да, типа, в ракете, типа, залетает, да, там. Там огромное пространство, типа, вот Гагарин там головой что-то крутит, да. Вот. Поехали, во, и махнул рукой, да. На масс-фильме снято это точно, да. Уж нафига у ракете камер, да, с одной стороны, да. Вот такая вот билиберда, да, достаточно такая интересная, да, то есть. Наверное, по дому где-то пересняли, притом ближе уже к концу 60-х, да, в котором он умер в году. Не знаю, с Гагарином, не с Гагарином, пересняли в конце где-то потом. Ну, для телевидения отсняли, потому что такое, да, ну. Ты полетел, полетел, вот для телека отснимем, отснимем. По-моему, через несколько лет даже это сняли, или то, что сейчас показывают, сняли через несколько лет. Он полетел в 61-м, а сняли, не знаю, в 63-м, 64-м, да, скорее всего. До 70-х он не дожил, если я не ошибаюсь. То есть, перед самым вот этим вот крушением, да, его самолёта не доделал, на котором он полетел, на испытательном. Говорят, что его грохнули просто, ему завидовал кто-то и посадил его на неисправный самолёт. И это тоже плохо, конечно, но вот. Вот такое бывает, то есть. Всё может быть. Может быть и так, что его грохнули, что кто-то позавидовал ему. Вполне возможно. Я не сомневаюсь, что как-то так и было.